Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, преливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 5 января, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 11, стихи с 9 по 10, стихи с 17 по 23 и стихи с 32 по 40. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Верою обитал он на земле, обетованный, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх же зла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисея, по рождении три месяца скрываем, был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления». И что еще скажу. «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Эфае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшие воскресения. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день, который в богослужебной традиции Православной Церкви называется особенно, так называемая неделя перед Рождеством. Уже очень скоро мы будем прославлять с вами воплощение родившегося Бога-младенца Господа нашего Иисуса Христа, но осталось несколько дней, и сегодня Церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, всех тех, кто предварял вот то самое лучшее, о чем говорится в сороковом стихе сегодняшнего послания. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Итак, совершенства мы все достигаем именно во Иисусе Христе, именно в Новом Завете. Но сегодняшний отрывок говорит нам о вере, прежде всего о вере. Очень важно и очень нужно поразмышлять о том, почему именно того или иного человека избирает Бог. Все мы знаем фразу «многозваных да малоизбранных». Действительно, Господь призывает всех, но на особое служение Он избирает некоторых. Вспомним призвание различных пророков, вспомним то, как и в нашей даже литературе отражается это призвание пророка Иеремии, пророка Исаии. То же самое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Духовный жаждую томим, в пустыне мрачно я влочился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Это стихотворение, некий пересказ библейского текста. И действительно, почему одних Господь выбирает, а других нет. Выбирает на определенное служение. И ответ на этот вопрос мы находим в сегодняшнем отрывке. Именно внутреннее желание человека, вера человеческая дает Богу возможность взять человека на особое служение. Именно отклик человеческий. Об этом и говорится как раз таки. Прекрасный пример вот такого избранничества. Это Авраам, это Исаак, это Иаков. Мы увидим, что какую титаническую работу по доверию к Богу производит Авраам. Сначала он откликается на его призыв пойти, взять все, уйти из дома отца своего Фары и пойти туда, куда укажет Бог. Он не говорит куда, он говорит просто идти. И Авраам доверяет этому голосу, он идет. Это не все испытания, которые выпадают на долю Авраама. Потом Бог призывает Авраама умертвить сына своего. Здесь говорится принести его в жертву. И будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного. О нем было сказано, что в Исааке наречется тебе семя. Исаак, возлюбленный сын, сын обетования. И смотрите, есть сын обетования, есть сын тот, кто откликается на призыв Божий. И именно Исаак, хотя он абсолютно не первый ребенок в семье Авраама, а по восточному обычаю, именно старший сын является наследником, и он наследует все от отца. Старший сын – это Измаил, но Измаил не становится наследником, именно Исаак становится наследником обетований. Далее, это Исаак и Иаков. Мы видим, какое разное отношение к тому служению, на которое будут призваны старший. Старший ребенок в семье Исаака должен понести на себе всю радость и всю тяжесть обетования Божия, следования за Богом. И мы видим, как Исаак продает свое первородство. Ему не важно обетование Божие. Ему важна повседневная некая потребность в пище, в питье, в статусе, в чем угодно, но не в Боге, а у Иакова эта потребность была. Поэтому именно Иаков становится наследником обетования, хотя, опять же таки, Иаков не первенец. Первый родился Исаав. Да, через пять секунд родился Иаков, но первенец Исаав. И так далее. Мы видим, что верую, верую, повторяет автор, верую обитал он на земле обетованной, верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Иакова, верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава, верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова. Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых, верую Моисей, по рождении три месяца скрываем, был родителями. И так, вера. Вера и доверие Богу, исследование за ним. Можно часами говорить о судьбе того или иного ветхозаветного патриарха или пророка. И здесь, перед нами, вот в этих нескольких стихах, сегодняшняя отрывка, как бы перед глазами промелькнула вся история народа Божия. Начиная от эпохи патриархов, потом исход из Египта, Моисей, потом мы видим судьи, период судей, потом, когда мы читаем те искушения, те скорби, которые претерпевали праведники Божии, мы читаем и видим, что это скорби уже пророков, пророков Божиих, пророков ветхозаветного Израиля, которые возвещали волю Божию. И в этом смысле мы видим, что перед нами в кратком, сжатом виде вся ветхозаветная история. И она завершается и заключается именно во Христе, воплотившейся Боге, потому что Бог предусмотрел на нас нечто лучшее, дабы они, вся ветхозаветная церковь, не без нас достигли совершенства, а совершенства мы достигаем именно в Новом Завете. И все мы имеем веру и надежду в начатке нашего воскресения Господе нашему Иисусе Христе, Рождество которого нас в скором времени ожидает. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин